Здравствуйте! С вами Светлана. И я сегодня вам хочу показать и рассказать о своих изделиях из бисера. Не все видели мои изделия из бисера, так как я их показывала давно и уже многих нет. Многие ушли к своим новым хозяевам. Сегодня я хочу... Возможно, какие-то я уже повторила изделия, какие-то вновь сделала. И собрала я здесь не все, потому что их очень много. И, как я уже сказала, многие уже живут в других семьях. Больше моих изделий можно увидеть в Одноклассниках в альбоме в моем. Если кто-то захочет себе в дом такую красоту из бисера, пишите, пожалуйста, мне на почту или заходите в Одноклассники. Светлана Токарская. Там будет открыт альбом. Вы можете посмотреть те изделия, которых здесь нет, которые я вам изготовлю по вашему желанию. Хочу вам показать орхидеи свои. Две вот новые только что, которые я изготовила. Сразу вам хочу сказать, что орхидея, она красива не только, конечно, в живом виде, в натуральном ее, но и из бисера это просто шикарный и нежный цветок. Орхидеи с давних еще пор символизируют молодость, красоту, элегантность, изысканность и гармонию в семье. Я часто использую орхидеи в своих композициях из бисера, так как очень люблю орхидеи. Они настолько нежны и все разные. Вот у всех орхидей, допустим, цветочки разные. Вот представлен вам орхидея, она под названием сладкий розовый сон. Этот сладкий розовый сон, вот с такими большими, красивыми листьями. Также они выполнены из бисера. Здесь несколько цветов бисера выполнено. Не из одного цвета, а совершенно разные переливы. Блеск идет. И также лист папоротника. Очень красивый цвет, прям молодой травы. И у орхидеи три веточки, три цветоноса. И выполнена она в краб. Очень нежная, красивая. И я сначала, когда решила изготовить ее, я придумала ей название, какая она будет. А потом уже по названию я ее изготавливала. Розовый сладкий сон. Она действительно похожа на сладкий розовый сон. Кому понравится, пишите. И вот такая вот орхидейка. У меня что-то было похожее. Я даже уже не помню, чем похожее. Но что-то было такое похоже. Я уже отослала. Пересылаю различные почты. Какая в вашем городе. Вы посмотрите только, какие у нее красивые губки. Красота. И выполнена в различной технике, как я уже говорила. Здесь тоже три цветоноса. И уже листья меньше, но они широкие. Так. Рассказала я про орхидеи. Теперь, так как у нас сейчас в близости, прямо вот скоро-скоро будет Новый год, я вам хочу показать дерево Снежная королева. Она выполнена из бусин. Бусины белые-белые-белые. Перламутровые. И когда это дерево берешь в руки, оно прям шевелится, как шухое. Это изделие прочное. Сделано хорошо. Много веток. И если мы заглянем под веточки, мы здесь увидим также жемчужные бусины. Очень красивая, нежная и действительно Снежная королева. Мне хотелось что-то такое, что будет прям вот нежная-нежная, пушистая, красивая и не из бисера. Нравится мне это изделие. Рассказала я вам о нем. Теперь хочу вам показать композицию из тюльпанов и фиалок. Тюльпан – это цветок особенный и означает он знатность, богатство, символ любви, счастья и верности. Это относится не только к живому цветку. Ну и также, если изделие выполнено ото всей души, с добротой, то и бисерные изделия, конечно же, будет выполнять тоже предназначение. В семье будет богатство, любовь, уважение. У этих тюльпанов, посмотрите, какие шикарные длинные листья. Листья по размеру выше моей ладони. Они крепкие. Здесь также выполнен из бисера желтый ирис и тюльпаны. Также мне очень захотелось сюда в композицию добавить фиалки. Это прочное тоже изделие, ничего с ним в дороге не случится. Это хочется прям понюхать, как будто это настоящее. Думаю, вам понравится. Кто захочет, пишите. Кто не хочет, просто посмотрите. Просто я вам покажу свои изделия. Вы, наверное, все узнали это изделие. Это ландыш. Ландыш весенний. Красивый, нежный. И ландыш символизирует чистоту и невинность. Листья у него, посмотрите, тоже как у настоящего ландыша. Такие тонкие, изящные, высокие. Ландыши в разных цветах выполнено, как оно и бывает. Я добавляла сюда несколько цветов. Черника даже здесь, среди ландыша где-то затерялась. И сами ландыши выполнены из японского бисера. Японский бисер, он отличается своей белоснежностью и очень изящный бисер. Действительно, как будто настоящие. Это также повтор, потому что у меня заказывали, покупали. Но все равно каждый букет я не могу сделать точно такой же. Он получается где-то по-другому. На веточке может быть больше цветочков, меньше, пушистее. Нет, ну как закажут, так и получается. Честно говоря, мне самой нравятся изделия свои. Потому что, вы не подумайте, что я хвалюсь. Потому что аккуратно выполнены. Так, я отставлю в стороночку, чтобы мне как-то здесь разобраться. Давайте посмотрим теперь фиалки. Фиалки у меня различные. И листья у них совершенно разные. Если вы посмотреть, у всех фиалок различные листья. И сами фиалки тоже. Есть махровые, есть трехцветные. Даже если кажется, что здесь всего два цвета в фиалке. Нет, это не так. Здесь, конечно же, больше. Но, в общем, фиалка у нас идет голубая с белым. У нее листья темно-зеленые. И окантовочка идет вот такая вот нежная-нежная. Нежно-зеленый. Даже можно сказать, такой травянисто-белый цвет. На самом деле, такие фиалки есть. Это не выдуманные. Также вот фиалка, посмотрите, с какими листьями красивыми тоже идет вкрапление. Она сама белая, розовая, салатовая и вот красная у нее. Тоже махровая. Также вот здесь у меня очень тоже мне понравилось. Понравилось. Листья, таких я не делала, темные, зеленые, травянистые и, знаете, салатово-золоченая окантовочка идет. Сама фиалка у нас сиреневая с белой рубкой. Рубка тоже очень красиво смотрится. Перед вами также нежная-нежно-белорозовая. Серединка у нее салатово-травяная такая. Есть такой цвет, есть такой бисер. И, конечно же, листики. Посмотрите, они идут в тон. Очень схожи с такой вот фиалочкой. Также я в фикс-прайсе покупала вот такой вот ящичек. Я решила оформить вот в ящичке вот в таком две фиалочки. Можно поставить одну. Я покупала два таких ящичка. Один вот для своих бисерных фотографий. Я фотографирую. Покупателем отсылаю. И также для личного использования ящичек у меня есть. Вот такой ящичек можно поставить. Здесь две фиалочки. Фиалка фиолетово-белая. Здесь бисер выполнен. И вторая сиреневый цвет. Голубой. Глубоко-синий и белый. И у фиалки даже вот здесь вот как будто распускаются бутоны. Также цвет у листьев тоже здесь три цвета. В одном листике три цвета. Три колора бисера. Смотрится очень даже оригинально. И также моя новая работа. У меня... Делала я себе чисто для себя. Но в миниатюре у меня тоже заказывали немного меньше. Это герань. Герань выполнена... Здесь и бисер, и рубка. Ой, сколько здесь цветов в каждом цветке, я даже не знаю. Цветов я имею в виду цвет бисера. Здесь собирала, мешала. Если красно-багряный цвет, то он здесь не из одного бисера сделан. Здесь, наверное, цвета три-четыре перемешанный получилось. Потом лососевый цвет, розовый, розовый с бордовым, белый, белый с салатовым. Ну, эту герань я делала для себя. Но меньше, меньше я делала, чуть меньше для покупателя. И сделала чисто из рубки вот такой вот красивый букет. Горшок уже у меня не удлинённый, а прямой. И здесь у нас... Вот давайте поставим сюда. Это изделие получилось у меня из рубки. Здесь раз, два, три, четыре, пять цветов, по-моему. А вот листья, листья, вы посмотрите, сколько здесь цветов намешано в листьях. Здесь все цвета салатового у белого, потому что белый, нежный. Здесь есть серединка, и в бутонах выполнен такой же цвет, как и в листьях. Затем у розового цвета. Здесь тоже, посмотрите, много-много различных. Перечислять, какие цвета бисера, это просто невозможно. Я не помню. Я у себя в тетрадях записываю, чтобы самой не забыть. Очень красиво. И также, вот смотрите, белая рубка, белая, настолько она белоснежная. Качество изделия зависит также от качества материала. Вот этот материал у меня рубки впервые появился. Насколько он красивый. Вот я не знаю, передаст ли вообще цвета камера, потому что, сами понимаете, камера из камеры. А вот цвет, это цвет рубки просто прелестный. И получается, конечно же, очень красивый цвет изделия. Вот такой вот цвет у меня прям, мне посчастливилось найти. Только немного на заказ ушел весь цвет этой рубки. И вот немного осталось. Я решила добавить в эту композицию. Герань, 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 вообще очень красивый цветок. Можно сказать, заслуженный цветок. Раньше его только использовали, знаете, ну как бы выращивали на подоконниках бабушки. Сейчас многие-многие коллекционеры именно выращивают и различные цвета, сорта у себя выращивают на подоконниках. Возможно, даже и в теплицах, и на балконах. Но я не люблю, когда пахнет герань. Как она пахнет. Я уже рассказывала, поэтому я решила, если у меня герань есть, то она будет у меня стоять в зимней беседке. В зимнем... Так у меня есть зимняя беседка. На даче там тепло, но она только не дома, эта герань. Не люблю запах. Но себе сделала для квартиры герань, чтобы она была красивая, но и не пахла противным. Может быть, кому-то нравится, как пахнет герань. Ну, а фидеи, конечно, настолько нежные, настолько красивые. И в одном цветке, в одном изделии собрано много-много цветов бисера. Вот, допустим, здесь вот, видите, здесь можно подумать, что здесь один малиновый цвет. Нет, здесь есть и бледно-розовый, и розовый, и малиновый. Красного единственного нет. Так что, вдруг, если кому-то понравились какие-то мои изделия, я всегда буду рада поделиться с вами. Пишите. Можно писать на почту под любым, каждым видео. Там вот спускаетесь немножко пониже видео, и перед комментариями написано «Еще». Нажимаете на «Еще», и там почта моя. Пишите на почту. Я есть в «Одноклассниках». Пишите в «Однокласснике», какой вам цветок понравился. Единственное, девочки, я хочу сказать, что, ну, изделия, конечно, не дешёвые, потому что сам материал, сама работа не может стоить, допустим, цветок 5 копеек. Правильно же? Вы сами понимаете. У меня многие мои зрители покупали. Очень приятно. Большое вам спасибо. Многие знакомые, родственники. Родственникам я, конечно же, дарю. В «Одноклассниках» у меня заказывают. А вообще, я просто хотела показать вам, какие у меня новые работы, потому что у меня такие красивые получились, честно скажу, красивые фиалки. Прямо, конечно, очень-очень приятно мне, что так вот получается у меня. Но это я не нахваливаю себя ни в коем случае. Просто если, когда я только начинала, и у меня там что-то не очень было красивое, я даже не показывала никому. Ну вот и всё. Пока-пока. А с вами, конечно же, была Светлана. Видео на моём канале выходит ежедневно. Стоп! Снято! Молодец! Ты лучше всех! Синее цветы, дожди не три, но всё равно никто не сможет разбудить во мне любовь.